МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Гаева, спортивный директор шестого ледового полумарафона Honor Владивостока и директор бегового клуба RunDNS Run. Александрина Кучина, продюсер шестого ледового полумарафона. И Елена Лосева, директор по маркетингу Honor. Девушки, добрый день. Добрый день. Знаковое событие для Владивостока состоится уже шестой ледовый полумарафон. Он пройдет на льду Бухты-Новик. Ольга, первый вопрос к вам. В шестой раз, да, проводятся мероприятия? Да, мероприятие проводится в шестой раз. И изначально задумка его была придумана нашим основателем бегового клуба Константином Богданенко. Так как мы провели в 2015 году первый полумарафон осенний по острову Русский, он очень всем понравился. Решили подхватить эту идею того, что бег он круглогодичный, что мы можем бегать не только сезонность, весна, лето и осень, но и зима. И пришла такая идея в голову придумать что-то такое интересное, чтобы понравилось максимально всем, чтобы это было необычное. Что может быть необычнее, как бег по льду, по замерзшему морю. Вот так и возникла идея провести ледовый полумарафон, который набрал обороты за все эти шесть лет. Если у нас первый год было 350 человек, то сейчас у нас уже тысячи человек. Это, в принципе, лимит. Участников желает быть даже больше, чем тысячи человек. Приходится ограничивать. И, конечно же, мероприятие не только спортивное, но и туристическое. Очень международное. К нам приезжали за десятки стран. К сожалению, конечно, в этом году ситуация немного иная, но очень много к нам приедут из других городов люди. Мне кажется, это событие, которое очень сильно полюбилось и жителям Владивостока, и приморцам, и всем. А сами вы бегаете? Да, я бегаю. Конечно же, все тренировки. Наш беговой клуб проводит каждую субботу. Мы бегаем, тестируем трассу, тестируем экипировку, как мы бежим по льду, проверяем все. Но, конечно же, само мероприятие бежать мне не получается наше, потому что организационных вопросов очень много. Но я бегала в том году ледовый полумарафон в Китае, поэтому знаю, что это такое бежать 21 километр, когда на улице минус. Это очень-очень здорово. Но сложно. Сложно, конечно, безусловно, но эмоции, которые спутаешь после, это просто невероятно. Александрина, в этом году ледовый полумарафон все-таки ряд изменений, но претерпел. Каких? Да, конечно, ввиду мировой обстановки, в этом году география не такая большая, но все же есть у нас иностранные участники, хотя очень мало. Это участники из Великобритании, Казахстана, Маврики, Японии, Швейцарии. Маленький процент, как бы, да, но тем не менее, есть это иностранцы, которые живут в России, и наши постоянные участники нашего проекта. Если говорить о российских участниках, то, конечно, там большое количество, и это все регионы Дальневосточного федерального округа, это Москва, это Санкт-Петербург, Свердловска, Архангельска, Красноярска и Краснодарский край. То есть в этом году мероприятие все равно будет не менее масштабным, хоть мы и лимитировали количество тысячи участников ввиду обстановки, ввиду также льда, потому что есть особые предписания МЧС, об этом чуть позже расскажем. Но все равно мы постараемся сделать праздник для всех, как и всегда, потому что событие не только спортивное, оно еще туристическое. И в этом году, кстати, мы возглавили список туристического события номер один на главном туристическом портале Russia Travel, как событие, которое стоит посетить иностранцам и российским участникам. Это очень здорово. Мне кажется, что пандемия хоть и внесла свои коррективы, но тем не менее это очень масштабное мероприятие для той эпид-обстановки, в которой мы находимся сегодня. Поэтому будем надеяться, что на следующий год у нас будет еще больше человек-участников. Да, и говоря по тенденции регистрации, люди, конечно, очень сильно соскучились по мероприятиям. Мы надеемся, что в мире ситуация немножко улучшается. Но, конечно, мы будем соблюдать все предписания Минздрава, Минспорта и Роспотребнадзора на наши мероприятия. Елена, хочется отдельное внимание уделить бренду «Оннер». Вы являетесь титульным партнером ледового полумарафона и уже не первый год, кстати, который раз. Да, все верно. Мы делаем этот прекрасный спортивный праздник вместе уже, собственно, шесть лет. В этом году шестой год, то есть все годы его существования. И я невероятно рада быть снова здесь во Владивостоке с нетерпением, жду воскресенья. Хотела сама побежать, но немножко опоздала. Все места были раскуплены до того, как я созрела. Так что в следующем году, видимо, буду тренироваться до этого года. А почему поддерживаете именно ледовый полумарафон именно это мероприятие? Да, это прекрасный вопрос. Бренд «Онер» – это производитель умной мобильной техники, безусловно, прежде всего смартфонов, но также ноутбуков, спортивных носимых устройств, наушников и так далее. И наш девиз – это всегда выходить, искать возможности, выйти за грань возможного. И мне кажется, что этот девиз действительно объединяет и наш подход, и, наверное, всех, кто выйдет на лед в это воскресенье, потому что это действительно бросить вызов себе, бросить вызов погоде и погодным условиям и пробежать по льду – это действительно выход за грань. И здесь действительно мы, скажем так, с одной точки зрения смотрим на это, потому что при разработке всех наших продуктов мы руководствуемся именно этим принципом. Например, могли бы ли вы себе представить умные часы, которые не надо заряжать целых 25 дней? Кстати, их получат некоторые победители полумарафона, об этом я расскажу позднее. Или смартфон, который больше не надо ставить на зарядку на ночь, потому что он заряжается всего за полчаса. Так что, я думаю, наша техника прекрасно подходит всем участникам, и мы говорим с ними на одном языке. Знаете, мне еще кажется, что все те, кто бегут, занимаются бегом, занимаются спортом – это, в принципе, люди прогрессивные. Конечно. И эта техника как раз лишний раз подтверждение тому и необходима. Александрина, скажите вот еще что. Сменилась площадка ледового полумарафона. Да, в этом году мы решили поэкспериментировать, потому что мы пять лет бегали в одном месте, также в бухте Новик. В этом году у нас локация располагается чуть ближе на Русском острове. Это поселок Канал на территории школы номер 5, канал 29. Лед тот же самый, та же самая акватория, немножко другая траектория маршрута. И, конечно, точка начала маршрута находится в другом месте, соответственно. А так, все то же самое, и вся безопасность будет также соблюдена. Поэтому нечего бояться, наоборот, интересно побывать на новой площадке. Если говорить о услугах, сервисе для участников, то, конечно, мы организуем трансфер. Мы уже опубликовали расписание. С центральной площади будет трансфер для участников и с ДВФУ, где остановка МиниТЭЦ центральная. Если говорить о парковке, конечно, здесь немножко сложность в плане того, что там есть парковка возле школы, но она такая ограниченная. Поэтому придется парковаться, конечно, вдоль дороги. И также можно будет припарковаться участникам, которые едят на машинах, на парковке и возле остановки МиниТЭЦ центральная и на трансфере, как вариант, доехать на нашем трансфере с ДВФУ до места старта. В принципе, то есть даже не обязательно брать свой автомобиль. Можно спокойно доехать на трансфере. Вообще было бы замечательно, потому что это было бы более удобно, потому что мы организуем трансфер и на точку старта, и начинаем у нас с 30 курсировать от точки старта уже в город обратно. Поэтому рекомендую воспользоваться трансфером. Да. Но если он идет от центральной площади, то... Это очень удобно. У нас там большая парковка прекрасная. Так что паркуемся, пересаживаемся на специальный транспорт и едем. А на самой площадке, конечно, у нас работают раздевалки, гардероб. То есть всегда можно раздеться, переодеться, оставить вещи. Все для удобства людей. Вся инфраструктура будет соблюдена. Ольга, а что касается организации в целом? Я расскажу про трассу, да, потому как всех все-таки интересует, как же мы побежим на льду, не потеряемся ли мы, не заблудимся. Нет, трасса будет размечена каждые, там, буквально 30 метров. Это колышек с плашком. Трасса будет почищена от снега. То есть техника, вот, уже сегодня, она, ну, уже все вот в процессе подготовки финальной. Чистится снег, разметка трассы, километраж, чтобы всем участникам было понятно, сколько они пробежали. Также у нас по трассе будет 3 пункта питания и 3 пункта обогрева. То есть каждый примерно 2,5 километра можно будет попить, выпить затоник, теплый чай, перекусить с сухофруктами, шоколадом и обогреться, если кому-то будет необходимо обогреться. Хотя температура обещается быть теплой, вот, будем надеяться, что будет хорошо. Также у нас будут работать маршалы безопасности. То есть мы, прежде всего, беспокоимся, переживаем о том, чтобы все было безопасно и все было максимально соблюдено. Для этого, если вдруг что-то случается у человека, он поднимает руку, отходит немного в сторону на шаг от трассы, к нему подъезжает тут же маршал, это квадроцикл или бабаги, и решает его вопрос, да, если нужно что доставить к финишу, доставлять к финишу, к медику, то к медику. Также у нас сотрудники МЧС будут работать с нами в этот день, сотрудники полиции, в общем, скорая помощь, все будут стараться обеспечить максимально комфортное проведение мероприятия. Да, если по скорой помощи, то у нас будет три кареты скорой помощи, поэтому... Ну, если что-то случится, то все будет хорошо. Ну и процесс подготовки трассы, он такой непростой, очень, правда, сложный, он готовится несколько дней, ребята работают на льду, на морозе, все для того, чтобы было комфортно бежать всем. Ну и обычно так и происходит, что всем все понятно, всем все комфортно. Ну, я слышала, что трассу, по-моему, даже сотрудники ГИМС проверяли за несколько дней до того, как люди могут на нее выйти. Лед очень прочный, хороший, 60 сантиметров толщина льда. Это очень хорошая толщина. То есть можно прям... Это хорошо, что была у нас холодная зима в этом году. Для тех, кто хотел прогуляться по льду, это прекрасная возможность. Стартовать мы будем прям непосредственно с суши, будет стартовая арка, зона старта и финиша, все это будет также ограждено, все будет красиво, в общем, все для удобства. А если вернуться к самой площадке, да, то, конечно, в самом стартовом городке будет организована зона питания для участников, да, также будет фудкорт-зона, зона обогрева, даже какие-то сувениры будем для участников реализовывать. И в самой школе будет располагаться зона регистрации до выдачи пакетов, но мы попозже об этом поговорим, зона гардероба и раздевалки для участников. Единственное, будет такая большая просьба к участникам, и в том числе на самой площадке, чтобы перед входом в спортзал снимали шипованные накладки, чтобы, ну, то есть здание, чтобы не попортить помещение. А шипованные накладки? Ну, мы о них позже, позже вернемся, да. Да, вернемся позже. Вот такой еще у меня вопрос созрел. Могут же не только участники прийти, могут же и болельщики прийти, также побыть на ледовом марафоне. Да, конечно. Вот как раз-таки для всех них мы организовываем развлекательную программу, зоны фудкортов. Зона обогрева, поэтому приводите с собой всех своих родственников, чтобы они вас на финише обязательно ждали. Поддерживали. Не в теплой зоне, а тепло одеты, и на финише всех встречали. Это очень важно. Вы уже сказали про стартовые пакеты чуть-чуть. Что это такое и что в них входит? Да, стартовый пакет. Уже началась выдача стартовых пакетов в малом ГУМе. 19-го числа мы получаем стартовые пакеты в малом ГУМе, и 21-го для иногородних можно будет получить стартовый пакет непосредственно на площадке. Что в него включается? То есть это вот это, стартовый пакет? Да. Помимо физического, конечно же, все вышеперечисленное, трансфер, питание и так далее, тоже все включается в пакет, да. Но человек на руки получает, значит, мы видим, да? Сделаем так, да? Что там пакет, стартовый мешочек, который потом очень опционально удобно использовать носительную спортивную форму. У нас мы видим, что с рюкзаками ходят, бегают, то есть постоянно они используются в течение всего года. Манишка персональная с номером и чипом хронометража. То есть здесь в специальный кармашек будет располагаться чип, который считывает персональное время, и сразу человек по финишу, по результату получает свой СМС. В виде СМСки со своим собственным результатом. Также фотофиниш будет привязан к номеру, то есть поэтому не забываем бежать и улыбаться на камеры, потому как по номеру затем можно будет найти много своих счастливых фотографий. И, конечно же, тренд сезона, маска. Куда сейчас без них? Они не нужны. И мы подумали, что как раз-таки это очень удобная вещь, брендированная, красивая, не обычные медицинские, не обычные всякие черные, а вот такая красивая в цвете мероприятия, в цвете вот с надписью нашего мероприятия. Как всегда уникальный дизайн. Конечно же, красивейшие медали. То есть покажу полумарафонскую. На финише? Получат все участники, кто финишировал, получат свои заветные волшебные медали. То есть они очень, очень, очень. Они тяжеленькие. Очень тяжеленькие, очень такие увесистые, красивый дизайн персональный. Ну, я думаю, что они прям вот как... Сзади можно будет нанести гравировку после финиша. То есть она будет прям такая именная, своя собственная медаль. Ну, а еще в призах-подарках, я думаю, дальше расскажут мои коллеги. Александрина. Призовой фонд. А давай, наверное, мы расскажем еще о накладках? Да, о накладках надо обязательно упомянуть. Да, да, ну, про гибровку можно сказать. И нужны, необходимы ледовые накладки. Для чего? Они надеваются, ну, обувь, это такая резиновая штука с шипами, которая надевается на кроссовок. Либо есть кроссовки прям шипованные. Но если нет кроссовкованных кроссовок, то накладки. Накладки необходимо будет приобрести. В этом году их нет в стартовом пакете, потому как за последние года, в принципе, они многим не пригождались. И так как люди тренируются, бегают, в принципе, все приобретают их заранее. Поэтому если кто-то еще не приобрел, есть время купить накладки и обязательно их с собой взять. Я так понимаю, что это для того, чтобы не скользить? Да, 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 это очень удобно и безопасно. И по типу тех, что вот мы обуваем... Да, ледоходы. Ледоходы, они продаются везде в аптеках, в спортивных магазинах, доступные, поэтому... Если уж говорить о плюшках для всех участников, то помимо стартового пакета трассы, у нас еще есть финишный пакет из провизии. Это тоже очень прекрасный бонус. И каждого на финише он ждет. Если говорить о призовом фонде для победителей, то это 300 тысяч рублей делится на 18 победителей всех дистанций. Мужская, женская категория, первое, второе, третье место. И также у нас все победители получают, абсолютные победители получают призы от титульного партнера бренда Honor, который уже... Елена позже расскажет про них. Обратимся. Также еще будут призы других партнеров. Так что... В общем, подарков много, плюшек много, бонусов много, еды много. А что важно? Мне интересно, что за такие продуктовые... Пакет финишера – это практика всех марафонов. Это правда. Ты когда прибегаешь, тебе вручается, помимо медали, здесь же еще такой пакетик. Он у нас в провизии, так скажем. Там у нас будет напиток. И какая-нибудь еда. Да. То есть колбасное изделие, в общем. То есть это если ты пробежал, силы все потратил, добежал и спокойно себе... До подпитка. Восполнил всю свою потерянную марафону. Это действительно практика межевых марафонов. Мы основываемся на мировой практике и внедряем во все наши события. Вообще, мне вот интересно. Действительно, это достойно такого мирового уровня. Я смотрю на медали, я смотрю на призы. Да на вас, девочки, в конце концов. Все настолько гладко, настолько слажено. Как вы этого добились? Вот такого высокого проведения? Трудом, старанием. Конечно же, есть какие-то нюансы, какие-то мелочи, где-то мы ошибались. Но только методом проб и ошибок мы оттачиваем. И надеемся, что дальше у нас будет все меньше и меньше каких-то негативных нюансов. После каждого проекта у нас рефлексия. Потому что было не так, что было так. Мы помечаем себе, делаем работу над ошибками. Мы посещаем другие мероприятия за границей. Ну, раньше так было. Надеемся, что скоро опять все откроется. И, конечно, как я повторюсь, внедряем наши мероприятия. Что касается самих участников. Какие они? Кто эти люди, которые бегут? Это обычные люди. Это очень хороший вопрос. Всегда думают, что это для спортсменов, наверное, нет. Это для обычных нас. Если мы просто занимаемся спортом, не занимаемся спортом. Потому что дистанции разные. Километр детская, 5 километров. Это дистанция для каждого. Можно просто ее не обязательно пробежать. Отчасти пробежать, пройти, пробежать, пройти. Лимита времени не хватает. 10 километров. И, конечно же, полумарафонская дистанция, 21, это уже для спортсменов. Ну, или для тех, кто, по крайней мере, тренировался в течение года и готовился к этой дистанции. То есть это обычные люди. Знаете, когда бежишь, вы когда-нибудь участвовали самостоятельно на марафоне? Бегать по стадиону, под домом бегом в ледовом марафоне нет. Значит, мы приглашаем, ну вот со слотами так у нас, да? Ну, может быть, мы что-нибудь еще сумеем придумать. Но факт в том, что когда ты бежишь на мероприятие, рядом с тобой бегут тысячи человек. От 18-летних, там, да, от молодых до 80-летних. Особенно, когда тебя обгоняет человек, которому за 70. То есть ты чувствуешь, что вот этот вот драйв, и там, не важно, там, домохозяйки, бизнесмены, пенсионеры. Все бегут, все улыбаются, все отбивают пятерочки. То есть на беговой вот этой вот трассе, получается, все как единое целое. То есть все люди разные, но всех объединяет их вот эта цель, добежать до финиша. Мотивация у всех, конечно, различная, но цель одна – добежать до финиша. Кстати, а какой-то возрастной ценз существует или нет? Да. У нас 6 плюс – это дети, да, но у них специальная детская дистанция, то есть, как я сказала, километр. И 500 метров бегут детки от 6 до 9 – 500 метров, от 9 до 13 – километр. Все, кто старше 18-ти, могут бежать 5 километров. Также у нас есть семейный забег, где дети от 14 лет вместе с родителями могут побежать. Семейный забег 5 километров. И до предела нет, то есть у нас самый возрастной участник, ему 83 года, Рудольф, он каждый год бегает. Каждый год? Каждый год, да. И что говорит? Что нужно тренироваться, он только в восторге. Мы даже вот, он сам из находки, мы когда проезжали мимо, и смотрим, он бежит в горочку, остановимся. Рудольф, здравствуйте, вы к мероприятию готовитесь. Он такой, да, все, скоро приедем, я очень жду. То есть это для многих людей такая даже, ну, какая-то мотивация жить, мотивация себя испытывать, потому что эти впечатления, они остаются, они не разовые, они на всю жизнь. Слушайте, а есть какой-то вот для таких возрастных участников, ну, даже если они не прибежали первыми, ну, какой-то, скажем так, приз зрительских симпатий? Что-то есть такое? Как-то они поощряются? Ну, медаль, может быть. Медаль всем дается на финише. У нас по возрастным категориям, в чем интересно всем, да, понятно, что с первого по шестой абсолюдов мы награждаем подарками, но у них есть вот чип хронометража, который я говорила, и многим важен лишь свой результат. То есть они соревнуются прежде всего с самим собой, какие они были год назад, какие они сейчас. Ну, и, конечно, в своей возрастной категории, то есть они получают грамоты, то есть я вот пробежал, Иван Иванов, сертификат о том, что я пробежал такое-то время в своей возрастной категории, и я там третий, допустим, да, тоже это мотивирует людей. Кстати, наше мероприятие, это является еще и большим спортивным событием для корпораций. У нас есть корпоративный забег Кубок Корпораций, и в этом году соревнуются у нас семь компаний. То есть мы помогаем создать им билдинг в компании. Не спортсмены, все люди, вот как и мы, работающие, просто вот они. То есть можно подать заявку от своей организации и в итоге побежать. А если говорить сейчас о высоком уровне организации, то, конечно, хочется выразить большую благодарность нашему титулному партнеру, бренду Honor, потому что благодаря ним все на таком уровне происходит, и они в нас верят уже шестой год. Спасибо вам большое. И, конечно, всем городским кровавым структурам, которые идут нам на помощь, на согласование, на поддержку. Александрина, а бегут же не только профессионалы, правильно я понимаю? Да, конечно. Бегут любители, может тренироваться любой, начиная там с 5 километров. Можно вообще какое-то время на дистанции пройти пешком, если сложно будет, потому что не все могут выдержать такую дистанцию, но она очень лайтовая. А до этого люди как-то готовятся, может быть? Конечно же, у нас клубная жизнь целый год длится, как я уже говорила, что у нас проходят субботние пробежки, тренировки, мы проводим лектории, мы рассказываем людям, что и как экипироваться, как бегать. На тренировках проверяем свои силы, то есть всегда это различные маршруты, всегда собираемся, то есть каждое бесплатное мероприятие может присоединиться и проверить свои силы, потренироваться вместе с нами. Сейчас еще можно зарегистрироваться или уже поздно? Все, мест уже нет, слоты выбраны, уже даже вот, представляете, не хватило слот нашему партнеру. Ну говоря, в этом году мы не ожидали такого ажиотажа, мы думали, наберем там 800-700 участников ввиду мировой обстановки и просто вот не ожидали, что так произойдет. И первая дистанция закончилась 21, потом десятка закончилась и уже пятерка нет. Ну и быстро пятерку разобрали. Все быстро. Так, а какая погода ожидается в день марафона? В день марафона ожидается 0-3, то есть пока прогнозы у нас за день до мероприятия стоит нулевая температура, в день мероприятия где-то минус 3. Ну, это очень комфортная температура для проведения мероприятия. Потому как у нас первый ледовый полумарфон, когда был в 16-м году, у нас было минус 10, а на море это было минус 15, а ощущалось оно, понимаем, как минус, наверное, 20. Минус 15? Да, то есть это было испытание. То есть минус 3 – это идеально. Я хочу обратиться к бренду Honor и попросить представить подарки. Ой, с большим удовольствием. Мы очень рады в очередной раз радовать участников-победителей нашей прекрасной техникой. Давайте начну с, наверное, нашего хита последних лет. Это фитнес-браслет Honor Band 5, который получат самые юные участники, победители детских дистанций. Это очень легкий, компактный, удобный фитнес-браслет, который действительно очень прост в использовании, позволяет отслеживать около 10 разных видов спорта, включая такие самые популярные, как бег и плавание. Ну и, конечно, он измеряет пульс, сон, кислород в крови очень актуальный сейчас и множество других полезных функций. Также мы уверены, что любителям спорта пригодятся и наушники, потому что музыка – это то, что драйвит спортсменов, помогает бежать. Такие красивые беспроводные наушники, очень удобные, называются Honor Choice, и они держат заряд целые сутки. Можно бежать без остановки. Победители дистанции 5 километров будут награждены вот такими прекрасными умными часами Honor Watch ES. Это очень красивые, такие модные часы, как вы видите, с таким большим ярким дисплеем. Здесь почти 100 видов тренировок можно отслеживать. И они подойдут для всех, кто действительно ведет активный образ жизни. Заряжаются всего полчаса и потом работают 10 дней. И мы будем дарить победителям их в двух цветах – черным. И еще есть такой очень красивый розовый цвет. Очень полезный. Для девочек и для мальчиков. Да, все правильно. Ну, а самых продвинутых участников, победителей дистанции 21,10 километров, ждут вот такие самые продвинутые, самые защищенные, самые неубиваемые наши часы. Называется Honor Watch GS Pro. Они действительно очень крутые, очень мощные. Не боятся вообще никаких экстремальных условий. Ни холода, ни жары, ни песка, ни грязи, ни воды, ни снега будут с вами всегда и везде. И даже если вы заблудитесь, не дай бог, их навигационная система поможет найти путь домой. А их батарей, как я уже говорила, хватает на целых 25 дней. То есть можно достигать вообще всех своих целей с ними. Еще по ним можно разговаривать, принимать звонки. Очень удобно. Надеюсь, что такие классные подарки действительно станут дополнительным стимулом и порадуют победителей, призеров. Всех, кто не боится испытаний, наша техника им поможет. Я сейчас очень сильно пожалела, что я не зарегистрировалась. Особенно GPS-навигация для бегунов – это очень важно. Потому что все, кто любит длинные дистанции, тренировки как происходят? Увидел лес, тропинку – побежал. То есть по треку сам себе построил, обратно вернулся. Поэтому очень круто. Ну а часы, которые 25 дней – это ж можно куда-то в горы уйти и забыть вообще. Ультрамарафоны бежать. Поэтому мы на сладенькое и оставили рассказ про подарки. Ну и, конечно же, я так понимаю, что это призовой фонд. Вот те самые 300 тысяч, которые будут поделены между основными победителями. Девушки, хочется услышать от вас какие-то пожелания. Хочется пожелать всем выйти на старт, испытать себя, ощутить эти неповторимые эмоции. Правда. Вот кто бы что ни говорил, пока сам не испытаешь, не поверишь. Нужно вот выйти. А всем тем, кто выходит на старт, конечно же, легких ног и удачи. Несмотря на тяжелую обстановку в мире, мы постарались сделать это мероприятие максимально крутым и комфортным. И мы надеемся, что все испытают эти эмоции, эту радость 21 февраля вместе с нами. Елена. Удачи всем игрокам, участникам, бегунам и, конечно, удовольствия от дистанции. Ну что ж, встретимся на старте. Да, встретимся на старте. 21 февраля. 21 февраля ждем вас. Да, мне напоминаю, 21 февраля, ледовый полумарафон. Льда хватит всем. Льда хватит всем. Это точно. Это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о шестом ледовом полумарафоне «Онр Владивосток Айсран». Он состоится 21 февраля на льду Бухтыновик. В гостях у нас были организаторы и идейные вдохновители. Ольга Гаева, спортивный директор шестого ледового полумарафона «Онр Владивосток Айсран» и директор бегового клуба «Ран ДНС Ран». Александрина Кучина, продюсер ледового полумарафона и Елена Лосева, директор по маркетингу «Онр». В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова